К этому делу приковано внимание прессы всей страны. В подтверждение вновь небывалое для Барнаула число представителей федеральных СМИ. В зале немало и неравнодушных жителей края. С предъявленными обвинениями большинство из них не согласно. За картинки сажать глупо и за любое мнение. У каждого человека должно быть право высказать. Первое, что сделала сторона защиты, ходатайствовала о прекращении уголовного дела и передаче его в прокуратуру. По мнению адвоката, еще на досудебном этапе многие права Марии были нарушены. Это, считает он, может быть поводом возвращения дела обратно в прокуратуру для пересмотра. Экспертизы были уже проведены до ознакомления с постановлением назначений данных экспертиз непосредственно самоподозреваемой, потом в качестве уже обвиняемой, то есть Марии. В связи с этим она была лишена возможности, так же как и ее защитник, по идее, лишены возможности поставить свои вопросы на разрешение, определиться с экспертным учреждением. Суд отклонил ходатайство защиты и перешел к опросу свидетелей. Предполагалось участие семи человек, но на заседание пришел лишь один. Сотрудник телекоммуникационной компании подтвердил, что действия, связанные с публикацией картинок, были произведены с адреса, где проживала Мария. Однако ключевые свидетели так и не явились в зал суда. Это две девушки, на основании показаний которых во многом строится обвинительное заключение. В частности, эти девушки заявили, что размещенные Марией мемы оскорбили их религиозные чувства. У нас есть ряд вопросов к ним, и мы надеемся, что суд увидит истинный, скажем так, облик. И свидетели, что никаких оскорблений не было, что неверующими людьми не являются, это легко доказать. Увидеть свидетелей в зале суд надеется на следующем заседании, которое состоится 28 августа. А мы продолжаем следить за развитием событий. Елена Макаренко, Илья Кочетков, Павел Лауронин. Наши новости.